Всем привет! Это Миллион Абдулла канал. Я нахожусь в Злой Пчеле. Это клуб в Санкт-Петербурге. На Петроградской стороне находится прекрасный клуб. Сегодня я вам расскажу немножко про безоборотное метание ножей. Использовать буду ножи Дятлы 2. Вот такие вот замечательные ножички. Вообще, в принципе, что такое безоборотное метание ножей? Что такое метание ножей? В принципе, да? Это когда нож, в него вкладывается максимальная энергия, какая только возможно. Ее можно вложить несколькими способами. И управление, собственно, полетом ножа. Управление тоже можно осуществлять несколькими способами. Есть безоборотное метание, где нож идет чисто стрелой, вот так, от начала и до конца. Это вот такой вот бросок. Упираешься пальцем в торец и бросаешь. И он идет чисто прямо, вот так вот. Есть бросок тоже, который начинается и заканчивается так. Это когда без упора пальцем, просто снизу берешь двумя пальцем и вот так вот бросаешь. Он летит тоже так же. Практически без вращения. Ну как практически? Немножко там какую-то долю, несколько градусов он там немножко меняет свое направление, а вот так вообще не меняет практически. Вот как стартует, так и идет. Дальше. Есть, значит, просто обычный стандартный. Вот за ручку берешь, кидаешь и вылетая он делает только четверть оборота. Четверть оборота, фактически. И для дальних расстояний делается небольшое затягивание, то есть как бы проглаживание рукой. Есть еще вариант пальцем проглаживания. Вот так. Если ручка какая-то хитрая, то пальцем уже не прогладишь, рукой тоже. И тогда подойдет вот этот способ. Или вот этот способ. Но тоже не всегда удобно держать даже снизу нож, может быть тут тоже какие-то загогулины. И здесь тоже упираться иногда очень будет неудобно, если какой-нибудь там хитрый скос с какими-то такими витиеватыми, но никак палец не пристроить. Такое иногда редко, но бывает. Есть еще способ метания вот так вот, за самый кончик берешь двумя пальцами, здесь вот как карандашиком. И его кидаешь, он летит тоже безоборотно. Кистью можно бросать нож безоборотно, кистью. А кисть позволяет это делать из разных положений. Слева, вот отсюда можно кинуть. Снизу, вот так. То есть, весь спектр 360 градусов. За спину можно бросить, естественно, тоже на 360 градусов. В любую сторону, вправо, влево. Вот это кистевым броском. Не кистевым это будет сделать гораздо труднее, в некоторых случаях даже невозможно. Кистевой способ самый такой крутой, но и освоить его тоже не так просто. Далее, есть еще безоборотный способ метания. Это обратным хватом, вот так вот. Берете до удара сверху, и так же и метаете. Хлоп, и он тоже безоборотно вылетает и летит. Значит, какой еще забыл. Ага. Вот можно, например, взять вот так плоско за рукоятку. Бросить, метнуть тоже с затягиванием вращения. И так же можно бросить снизу. Вот так вот, снизу тоже. Плоско. И тоже он полетит безоборотно. Вроде все перечислил. Ну, может, что-то забыл. Есть волновые способы разгона ножа, есть не волновые. Еще вот, да, еще способ вот такой есть. Таким вот хлестом кисти, локтя, там тело, бедер. Вот так вот, как плетка. И выстреливает. Тоже безоборотно летит прекрасно. Сила входа ножа, она, конечно, зависит настолько, насколько большую скорость вы придали ножу. Чем быстрее он полетит, тем сильнее он воткнется. И, естественно, чем он тяжелее, тем он тоже сильнее воткнется. Соответственно, если нож одинаковый, то бросок с большей скоростью будет глубже входить. Поэтому скорость, скорость и еще раз скорость. Самое скоростное, что только мне известно, это, конечно, волна. Быстрее ее разогнать просто нереально. Где там звено крайнее, вот нож, разгоняется уже настолько быстро, что вылетает и летит. Как бахнет, что потом его не расшатаешь. Это, естественно, техника SCANF. Про нее много споров. Я спорить на эту тему больше не буду. Никому ничего доказывать не собираюсь. Кто захочет, тот найдет. Все, что ему нужно, все материалы, они есть. Безоборотное метание. Есть несколько видов этого безоборотного метания. Просто за рукоятку. Вот. И, отходя, постепенно бросок немножко затягивается. То есть, рука скользя по ребру, ой, то есть, рука скользя по рукояти, по ребру немножко его так проглаживает. Можно это делать пальцем. Вот. Некоторые люди говорят, что только так и надо метать. На обухе, рукояти. И так вот. Просто с проглаживанием. Если далеко отходишь, то больше проглаживаешь вот сюда. Именно проглаживаешь, не давишь. Поборники этого способа. Весьма довольны им, потому что он легко осваивается. Есть еще способ. Значит. Вот такой. Это очень экстатичный. Я еще ни разу не видел, чтобы им кто-то так вот кидал. Берете за серединку приблизительно. Вот так двумя пальчиками. И как копье туда кидаете. Он может лететь таким образом с большого расстояния, при условии, что вы долго-долго будете тренироваться. Ходит достаточно сильно. И при некоторой сноровке можно добиться впечатляющих результатов. Для каждого способа потребуется много времени. Не обольщайтесь, что у вас все быстро получится. Если вам какой-то способ удалось быстро освоить, считайте, что вам повезло. Такой способ. За двумя пальчиками, за самый кончик. И пальчиком буквально вот тут вот. Тоже за самый кончик. Фактически здесь уже не прогладишь ничего. Вот карандашиком вот так вот. Ру как таким гусем. И это способ Юлия Викторовича Федина. Волновое метание. Очень мощный способ. Что значит тоже мощный? Это именно один из самых мощных способов. Что значит один из самых? Это самый мощный способ. Просто сильнее, как ножик еще кинуть, я просто не знаю. Однако же, этим же способом, что характерно, да, можно бросить вообще так, как никто не бросит. Не знаю, получится у меня нет. С левой стороны вот так вот. Вот так. Вот так. Причем, расстояние может быть увеличено до большого. При, опять же, упорной тренировке. Например, слева. Вот так вот. Я вообще не видел, чтобы кто-то бросал с больших расстояний. Тоже безоборотный способ. Обратным хватом. Это тоже способ, который мне показал Юрий Трещегин. Раньше, может, кто-то и не стал таким способом, но я видел только на короткие расстояния. На длинное расстояние не видел ни разу. Мне удалось с 5 метров воткнуть. Вообще можно и дальше. Тоже кидаешь, и он безоборотно летит вперед. Вот так. Еще один способ. Вот такой вот. Это показывает, практикует такой способ Наиль Нахмаду. Своим таким вот. Показал я такой способ, такой, такой, такой и такой. И еще, конечно же, снизу есть вот такой вот способ. Тоже безоборотный. Берешь за ручку и так он. И туда. Тоже относительно с большого расстояния можно, так сказать, практиковать. Этот способ я видел в исполнении Владимира Сергеевича Коврова. Тоже знаменитый метатель. У него своя техника, свой подход к метанию. У него есть свои последователи. Вообще я, в общем-то, со всеми метателями практически знаком. Ну, кто в России. Потому что на соревнованиях встречался, видел, слышал все рассказы. Кто чего как. У всех понемножку учился, у кого мог. Поэтому безоборотку какую еще. Что еще можно безоборотки добавить. Ну, еще безоборотка какая. Вот еще плоская. Плоский хват вот такой вот. Вот так. Это практикует Мельников Дмитрий. Тоже у него очень хорошо получается. Прекрасный инструктор. Вот у него идет этот бросок на большое расстояние. Вот. Именно плашмя. Хотя я плашмя не очень люблю бросать из-за того, что если плашмя попадает в ребро стенда, то очень большой отскок получается. Очень большой. И это становится опасным. Вот. Если метатель опытный и вокруг никого нет, то ладно. Но если метатель не опытный новичок и вокруг полно зевак, которые смотрят еще и близко, тогда риск очень большой получается. И поэтому такой способ надо практиковать только применяя повышенные меры предосторожности. Так, дальше что. Так, этот, этот, этот. Что еще? Естественно, конечно, разновидности какие-то есть. Там сбоку, например, тоже можно безоборотно метать. Вот. Безоборотное метание нужно осваивать потихонечку, постепенно. Сначала с близкой дистанции, там чуть ли не в упор. Потом отходите дальше, 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 дальше. Если у вас ножи, вот вы не уверены, да, то в деревянной стенде кидать все-таки опасно. Сделайте из картона несколько слоев. От картона нож не отскакивает вообще. И поэтому вам будет удобно. Кроме того, в картоне остается след, как нож пришел. Если вы что-то не успели посмотреть, то след вам покажет. Так что вот так. Начинайте с картонной мишени. Если безоборотком. Особенно если около мишени, это около стенда, опасен отскок. Страшное дело. Так что вот так. Имейте ввиду эту подсказочку. Покажу вам обратный хват. Вот. Обратным хватом. Безоборота 3 метра. Так, я сейчас сметаю безоборотку. Немножко посильнее. Вход достаточно сильный, глубокий, уверенный. Наши дятла прекрасно сушаются. Наши дятла просто созданы для безоборотки. Не для всех, конечно, способов. Ну, кроме там совсем уж замысловатых. Да. Все. Да даже и замысловатые можно бросить. Попробуем потихонечку дальше отходить. Так. 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 Что-то втыкается. Так. Далее. Вот. Когда у вас получается уверенный втык уже. Сильный, глубокий, достаточно точный и уверенный, только тогда вы можете отойти сантиметров на 10-15. Если там та же история, можно еще немножко отойти. Но если у вас что-то как раз уже не так круто-перекруто пошли, как это слабее стали втыкаться, вернитесь на прежнюю позицию, укрепитесь как следует. Так сказать, не надо торопиться далеко отходить сразу. Это вредно. Вот. Пошло хорошо. Прекрасно. Отлично идет. Просто вот шикарно. Вот эта позиция, можно сказать, что ее можно пометить какой-нибудь деревяшкой. Это будет базовая позиция. Например, у вас базовая позиция 2 метра 20 сантиметров. Вот. И каждый раз, каждую тренировку всегда пробуйте еще на 5 сантиметров на 10 отойти подальше. Отошел подальше, не воткнулось. Все. Не надо герой стать. Не надо герой стать. Опять встаете на базовую позицию. И с базовой смотрите, что у нас. Ага, опять втыкаешься. Ну давай еще раз на 5 сантиметров подадим подачу. Ага, воткнулся. А на 5. Ах! А тут пошел не так рут. То есть я сделал ошибку. Чрезмерно большое сопровождение дал. Ну, значит можно еще ближе. И так надо все время менять дистанцию. Тогда будет обучение. О, чуть дальше. Еще чуть дальше. Все прекрасно. Да? Вот у меня. У вас может не так получиться. У вас может получиться и легче, и хуже. Как пойдет. То есть все нужно индивидуально. Не забывайте о том, что отходя далеко, да? Можно опять близко подойти попробовать. Что у нас близки получится. То есть вся дистанция должна быть проработана. И близко, и средне, и дальне. Сверхдальней дистанции тоже нужно пробовать. Вот так вот взять. Не просто по 10 сантиметров, а просто... Ну, а вдруг получится. Взять подальше, отойти и кинуть. У меня как-то раз, один раз получилось. Я был такой довольный. С 9 метров воткнул. О, круто! Значит, какая-то ошибка была. Значит, была какая-то ошибка. Нужно проанализировать. Не спешить. Спокойно. Подойти. Менять дистанцию. Менять шхваты. В общем, экспериментировать. Например, снизу бросок. Да? Без оборотов. Вот у меня не получался. Я вспомнил кое-что. Потом еще. И постепенно стало получаться. Видите? Что-то пошло. Что-то пошло. Что-то пошло. Да? Любой бросок нужно осваивать. Постепенно, методично, не спеша. Потихонечку, шаг за шагом. Хоть и у меня опыт большой, но так как я использую массу всяких бросков, на каждый бросок я трачу мало времени. Именно поэтому у меня много техник такие, знаете, плохо получается. Но мои любимые всегда получаются хорошо. Здесь три ножа дятел два. Дистанция небольшая. Метра два с половиной. Может быть, чуть больше. Безоборотной техникой все три ножа с одного броска. Сейчас попробуем воткнуть. Итак, смотрим. Как видите, получилось. Повезло. Три ножа дятел два. Кидаю одновременно, безоборотно, волновым методом. Как видим, все воткнулось. Можно даже поближе посмотреть. Вот так. Вот они, родные. Все три воткнулись. Вот. И хорошо воткнулись. Дятлы два. Самые крутые ножи в мире. Ура! Ножи дятлы два. Я в клубе злая пчела. Покидаю немножко безоборотно. Даже с искорками получилось. Это были наши дятлы два. Безоборотные. Они идут просто на ура. Причем разными техниками, да. Давайте будем меньше говорить, больше бросать. Так будет проще, наверное. Расслаждаfpsвов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...